Девушки отдыхают Здравствуйте! Чем запомнилась уходящая неделя, расскажут корреспонденты телеканала и я, Владимир Токмаков. Смотрите выпуски. Отставка губернатора. Александр Карлин ушел в отставку. Об этом он сообщил на заседании правительства региона. Знакомство с краем. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Виктор Томенко рассказал о планах на будущее. Телеканал Катунь-24 ввел прямую трансляцию из зала краевого правительства. Земельный вопрос. Депутаты краевого парламента одобрили поправки в закон о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков. Кто сможет это сделать до 1 марта 2020 года? И начнем выпуск с главного политического события уходящей недели. Александр Карлин в среду ушел в отставку. Об этом он сообщил на заседании правительства региона. Днем ранее в Москве он написал заявление с просьбой об отставке по собственному желанию на имя президента страны Владимира Путина. Я благодарен президенту страны, что на всем протяжении моей работы в качестве главы региона и мне лично, и Алтайскому краю была оказана систематическая, самая достойная и серьезная помощь в решении всего комплекса основных вопросов, касающихся развития нашего региона. И вы, уважаемые коллеги и все жители Алтайского края, воочию ощущают на себе последствия такой помощи. Еще раз всех благодарю. Благодарю за совместную работу, за большую помощь и поддержку. Я искренне верю и абсолютно убежден, что Алтайский край ждет дальнейшее процветание, а жителей нашего любимого региона достойное и счастливое будущее. Спасибо. Александр Карлин возглавил регион в 2005 году. В 2014 на выборах губернатора в Алтайском крае он одержал победу с результатом почти в 73% голосов. Александр Карлин на посту губернатора зарекомендовал себя как эффективный управленец. Алтайский край перестал быть регионом долгостроев и депрессивной экономики, вернул и укрепил славу сибирской житницы и здравницы промышленного туристического региона. К 75-летию края была реализована губернаторская программа «75 на 75», построены и реконструированы 75 социальных объектов. К 80 и 85-летию стартовали аналогичные программы. Под руководством Карлина Алтайский край стал активным участником федеральных программ поддержки сельского хозяйства, образования, здравоохранения, туризма. Одна из значительных побед. В 2018 году бюджет Алтайского края превысил 100 миллиардов рублей. Это рекорд для нашего региона. Выборы губернатора пройдут в сентябре, в единый день голосования. До этого регионом будет руководить временно исполняющий обязанности губернатора. Вечером 30 мая президент Владимир Путин назвал его имя. Это Виктор Томенко. Ранее он был исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края. Виктору Петровичу 47 лет. По профессии инженер-экономист. Долгое время был директором заполярного филиала горно-металлургической компании «Норильский никель». 1 июня полпредпрезидента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло представил правительству Алтайского края временно исполняющего обязанности губернатора региона Виктора Томенко. В зале краевого правительства присутствовали депутаты КЗС, Барнаульской городской думы, Госдумы, сенаторы, руководители силовых структур и общественности. Виктор Томенко поблагодарил своего предшественника Александра Карлина и рассказал о своих планах на новом посту. Зал полон. Члены правительства, депутаты, журналисты. Представляет временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края полпредпрезидента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. И подчеркивает преемственность власти. Мы с вами знаем те национальные цели и стратегические задачи, которые поставили президентом Российской Федерации до 2024 года. Это амбициозные задачи, решение которых должно поменять качество жизни в всех регионах нашей страны, в том числе и в Алтайском крае. Я очень рад тому, что есть фундамент, от которого можно отталкиваться. Этот фундамент не сам по себе появился. Большинство присутствующих имя Виктора Томенко лишь позавчера услышало. После того, как президент Владимир Путин сделал ему предложение возглавить Алтайский край. Сегодня утром Виктор Томенко прибыл в регион. Сразу с самолета проходит в здание администрации. Да, это точно. Я собрал чемодан и быстро очень приехал. Я уже несколько лет нахожусь в кадровом резерве президента нашей страны. Это не просто зачисление в некоторые списки. Виктор Петрович сложный вопрос ответить, поэтому я за него отвечу. Виктор Петрович был выдан на конкурентной основе. Виктор Петрович оказался лучшим кандидатом. Виктор Петрович Томенко. 47 лет. Трудовая биография связана с Норильским никелем. Последние 8 лет работал в правительстве Красноярского края. Сначала зам, затем председатель правительства. Никаких революций не предполагается. Не будет никаких действий, которые являются внезапными, неожиданными и непродуманными. Красноярский край второй по размерам в России. Алтайский край 22. Население сопоставимо по численности. Разница полмиллиона человек. На гербе края лопата – символ добычи полезных ископаемых, но и серп присутствует. Ведь Минусинская котловина имеет лучший в Сибири климат. Это одна из причин высокой средней урожайности зерновых – почти 20 сантиметров с гектара, на четверть больше, чем на Алтае, где лидерство обеспечивают большие сельхозплощади. Александр Карлин, предыдущий губернатор, управлял регионом почти 13 лет. Принял территорию после затянувшегося на год политического кризиса, когда лица в администрации менялись одно за другим, а управленческая вертикаль была практически разрушена. Прошение об отставке написал после того, как президент заявил о курсе на омоложение управленческих кадров. Сегодня передает дела новому руководителю. Наша страна вступает в новый, исключительно важный период своего исторического развития. Это предполагает опору на все ресурсы, которыми наша страна располагает. И опору на обновленный управленческий аппарат. Я хотел бы еще раз воспользоваться предоставленной мне сегодня возможностью и поблагодарить Владимира Владимировича Путина за то доверие, которое он мне оказывал дважды, назначая высшим должностным лицом Алтайского края, жителей Алтайского края, за то доверие, которое мне было оказано 4 года назад на привых к губернаторских выборах. Изменится ли экономическая политика региона с приходом нового первого лица? Разница между сибирскими краями очевидна. Красноярский край-донор только налогов по 400 миллиардов рублей в год собирает, и на руки остается около четверти триллиона рублей. Консолидированный бюджет Алтайского края лишь год назад преодолел планку в 100 миллиардов. Регион развивается, привлекая для крупных проектов субсидии на принципах софинансирования, то есть получает федеральные деньги и собственные вкладывает. Общаясь с журналистами, Виктор Томенко обозначает свои приоритеты. Я хочу много поездить по краю, пообщаться с большим количеством людей, не только с управленцами, на плечи которых возложено решение и управление целыми отраслями и целыми направлениями, но простых жителей. Послушать их вопросы, задать свои вопросы, постараться выявить и найти тех лидеров, на которых можно полагаться во всем, ну почти двух с половиной миллионном нашем крае. Виктор Томенко намерен бороться за пост губернатора региона на выборах. Об этом он сообщил накануне красноярским журналистам. Теперь у него три с половиной месяца на то, чтобы наладить диалог с жителями Алтайского края. В сентябре, в единый день голосования, избирателям региона предстоит решить, хотят ли они, чтобы из названия должности Виктора Томенко пропало слово «в Рио». Максим Милосердов, Алексей Шаульский. Специально для Катунь-24. И к другим темам. Решение проблемы в земельных участках на поселке Восточном, трудоустройство инвалидов и вопросы благоустройства муниципалитетов. На прошедшей на этой неделе 20-й сессии Краевого законодательного собрания депутаты приняли ряд важнейших для региона социально-экономических законов. Эксперты говорят, люди с ограниченными возможностями здоровья в нашей стране продолжают испытывать трудности в поисках работы. Владельцы компаний и предприятий под разными предлогами отказывают им в трудоустройстве, ограничивают в правах. Правительство России поставило задачу. К 2020 году 50% инвалидов, которые проживают в стране, должны быть заняты. Сегодня предприятия с численностью работников от 100 человек обязаны трудоустраивать людей с ограниченными возможностями здоровья. Представленным на сессии законопроектом предлагается ввести такое требование для предприятий со штатом от 35 человек. Здесь нужно четко выстроить и систему профориентации. Сегодня в этом направлении работает наше министерство образования. И мотивацию к работе, и понимание работодателей, какие люди с ограниченными возможностями есть, и как они умеют работать, и что они могут делать. Татьяна Ильиченко отметила, что введение данной квоты в Крае не повлечет за собой дополнительной нагрузки на работодателей. На новые рабочие места будут трудоустроены в основном инвалиды третьей группы, а для них не требуется создание специальных условий и дополнительное переоборудование рабочих мест. Законопроект был принят в первом чтении и будет доработан к следующему заседанию парламентариев. Не менее важным законом принятым на сессии стал закон о правилах благоустройства муниципалитетов. Он расширяет перечень вопросов, которые могут быть урегулированы непосредственно на местах, в районах и городах края. Например, порядок выпаса сельскохозяйственных животных и домашней птицы. В смежный по теме законопроект об административной ответственности были добавлены санкции за нарушение правил содержания внешнего вида фасадов, размещения транспортных средств на газонах и многое другое. Есть разные элементы, разные понимания страны, жителей, которые не хотели бы, чтобы по селу ходили бродячие животные. А есть категории, которые говорили бы о куда, куда я буду выпускать и так далее. Поэтому это взаимная работа. Мы должны обеспечить выпас скота, мы должны обеспечить его содержание с тем, чтобы действительно наша жизнь на территориях самого разного размера была комфортной, культурной и так далее. На сессии депутаты рассмотрели изменения в краевой закон о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков. Теперь право льготников закреплено на федеральном уровне. Кроме того, краевые парламентарии продлили до 1 марта 2020 года возможность для бесплатного приобретения в собственность земли. Эти изменения, среди прочего, должны помочь урегулировать проблему неопределенного правового статуса земельных участков жителей барнаульского поселка Восточный. По словам Александра Романенко, приняты на сессии законы помогут тысячам жителям нашего края безболезненно решить многие социально-экономические проблемы. Владимир Токмаков, Роман Хайрулин, Новости. Оставайтесь с нами и вы узнаете. Страсти по спичке. В Барнауле прошли публичные слушания по проекту планировки бывшего сереброплавильного завода. На обсуждение атмосфера накалилась. Удар из-под земли. В Бийске грунтовыми водами топит микрорайон «Зеленый Клин». Пострадавшие жалуются. Их просьбы о помощи местные власти игнорируют. Публичные слушания, посвященные судьбе спички, прошли в Барнауле. Они длились почти два часа. Главная тема – изменение проекта планировки территории сереброплавильного завода. Какие решения были приняты, узнаете далее. Появится ли на спичке торговый центр? Именно этот вопрос больше всего волновал барнаульцев, которые пришли на публичные слушания. Собственник уверяет, строительства на этой территории не будет. Спичка – памятник архитектуры федерального значения. Строительство на территории, отмеченной красным цветом, невозможно. Ни на этом здании, ни на второй плавильной фабрике, ни на важне, ни на остальных объектах, которые являются памятниками культуры. Но у горожан есть и другие причины для беспокойства. Еще не определены точные границы охранных зон, которые находятся на территории спички. Это зоны охранные, которые сейчас, так сказать, обсуждаются. Обсуждаются, да? И они разные. Для разных объектов. Вот хотелось бы увидеть, как раз вот эти вот радиусы вокруг них. Представители собственника объясняют, пока не решится проблема переноса лэб и строительства трамвайного кольца, другие вопросы обсуждаться не будут. Как, впрочем, и проекты по реконструкции зданий. На данном этапе ни один проектировщик, ни один проектный институт, который имеет лицензию федерального, либо краевого уровня, мы, ни он, ни мы, не имеем права заключить договор на реконструкцию, либо на проектированный на данном участке что-либо. Кто его знает? Может быть, нужно будет и конкурс какой-то объявлять, может быть, даже всероссийский, на какую-то концепцию, или на то, что, может быть, здесь построено. Но условия для чего-то нового здесь очень жесткие, потому что это памятник действительно комплекс федерального значения, и здесь очень жесткий регламент. Тем не менее, первый шаг к тому, чтобы спичка возродилась, сделали сегодня. За изменения проекта планировки проголосовали 168 человек. 44 высказались против, а трое воздержались. А это значит, что линии электропередач на территории завода перенесут, и никакого трамвайного кольца на месте не будет. Владислав Кириенко, Антон Червяков. Новости. Дома воды по колено, а за порогом болото. Вот уже второй месяц микрорайон «Зеленый клин» в Бийске топит грунтовыми водами. Пострадавшие жалуются, их просьбы о помощи местные власти игнорируют и предлагают продать имущество. В ситуации разбиралась Евгения Князева. Добро пожаловать. Венецианский уголок в сибирской глубинке, но без роскоши, гондол и моторных лодок. Пока уровень воды на приусадебных участках чуть ниже колена. Местные обходятся резиновыми сапогами. Причина – не паводок. «Зеленый клин» топят грунтовые воды. Из-за того, что подошла вода с апреля месяца, она стоит под домом, под полем, у нас фундамент стал разрушаться. В этой комнате у нас дети находятся, то есть под комнатой, где дети должны проводить свое время. Вот такие дыры. Особенно пострадали те собственники, у которых вода зашла прямо в дом. Мебель и остальное имущество держатся буквально на плаву. Местные говорят, практически лишились крова. Мы здесь уже, представляете, мы здесь абсолютно не живем. Уже почти практически месяц. Ходила везде, звонила везде. Единая служба спасения, МЧС. Они все друг к другу посылают. Идите в ЖКХ, ЖКХ мы не относимся, потому что только высотные дома, они сказали, просили воду откачать. Никто никуда ничего не помогает. Причиной своих бед жители микрорайона «Зеленый клин» считают построенную в прошлом году дамбу. В управлении ГОЧа и Сбийска эту версию опровергают и уверяют – дело в другом. В этом году земля промерзла почти на метр. Вода просто не может впитаться в грунт. Но чтобы помочь подтопленцам, местной власти сначала нужно разобраться, законны ли вообще постройки в этих местах. Из 10 проверенных домов действительно жилыми оказались единицы. Главой города поставлена задача структурным подразделениям администрации разобраться подворно о законности строений, о законности проживания, о регистрации жителей, в каком количестве и где и как, для того, чтобы можно было определиться, реально, кому оказать какую помощь. Сейчас в помощи нуждаются десятки жителей «Зеленого клина». По словам исполняющего обязанности начальника управления ГОЧа и Сбийска Виктора Громогласова, существует два варианта решения проблемы. Первый – выделить жителям временное жилье. Второй – спроектировать новый путь водоотведения. Какой из них в итоге выберут, сказать пока сложно. Предугадать здесь можно только то, что вода с участков уйдет не скоро. Впереди еще вторая волна паводка, которая, по прогнозам синоптиков, придет на Алтай уже в первой декаде июня. Евгения Князева, Роман Хайрулин. Новости. Умная система контроля начала работу на дорогах края. Теперь отмечают специалисты. Водителям тяжеловесов, которые нарушают правила, не скрыться. Наши корреспонденты узнавали подробности. Нам любые дороги дороги. И действительно, ежегодно на ремонт полотна выделяются миллиарды рублей. Специалисты утверждают, что больше всего асфальт страдает от большегрузного транспорта. Урон, который наносит дороге один перегруженный грузовик, равен проезду трех тысяч легковых автомобилей. Тот ущерб, который сегодня приносится грузовым транспортом, он не соизмерим. И если ущерб вообще по расчетам специалистов, по дорогам до миллиардов доходит. Так что надо будет просто иметь сознательность и то, что положено, на машине возить, сколько положено, 44 тонны, значит, на 44 тонны возить. Потому что у меня было других затрат. Сегодня на краевых дорогах работает четыре стационарные системы весового контроля, а также пять передвижных. На федеральной трассе Р-256 в Первомайском районе устанавливают новую. Такой в крае еще не было. Система полностью автоматизирована, самостоятельно собирает все данные об автомобиле. Тип, общая масса, овсевые нагрузки и галориты транспортного средства. Проверяет выданные разрешения на перевозку, запрашивает регистрационные данные. Всю полученную информацию система сама сопоставляет с исходными данными и выявляет нарушения, если таковое имеется. В кабинет сигнал поступает мгновенно, то есть речь идет о миллисекундах. В ЦАФАП, в ГАИ, там, либо в любой другой надзорный орган, которому будут переданы полномочия по вынесению штрафов, поступает в течение секунд. Штраф выписывается автоматически. Инспектору только остается его вспечатать и отправить нарушителю по почте. Кроме того, эта система умеет распознавать уловки, когда водитель выезжает на полосу встречного движения, чтобы уйти из-под радиуса действия камер и весов. Теперь нерадивому автомобилисту грозит не только штраф за перевес, но еще и выезд на встречку. А это уже другие меры наказания. Анна Алымова, Антон Червяков, Новости. Такой была неделя. Спасибо, что провели ее вместе с нами. Хороших выходных и до встречи!